ну-ка давайте еще, ебанем каким секретом вы не делитесь ни с кем в жизни, но хотели бы рассказать анонимно я потерял девственность со своей сестрой единственное, что остановило меня от суицида это мысль о том, что если я это сделаю то мои кредиты за учебу придется платить моим родителям или моему маленькому брату когда меня бесила сестра я брал ее расческу для укладки и чесал ею свою волосатую задницу ха-ха-ха-ха-ха да ладно за всем игрушок такой есть или по моему что-то выходит беременна в 16 и понял ты хочешь собрать пока танки бляда я наверное слушайте я наверное сбору уберу потому что реклама мне позволит наверное следующее купить комп себе уже поэтому в общей сложности ну сколько мы собрали 74000 который где-то сука просрались я не знаю где нахуй эти сборы блять пизду их не будет сборов спасибо за 7-4 в одной горке и смотрел за тем как неплохо прошло неделя прошла неделя мы за неделю собрали 74000 на то чтобы комп ебать еще получается 50000 вы мне в прошлом году собирали на видеокарту вы собрали но 52 там возможно не помню и 50 кусков у меня собрали на моник новый и того получается 120 ну 170 тысяч у меня собрали нахуеть но не в том году а два года назад может быть 176 до моя какаха весь день плавает в бассейне на другом конце горки я родила в 15 и моего сына усыновили это было тайное усыновление это было самое болезненное что мне пришлось пережить через несколько месяцев ему исполнится 18 и если он захочет он может найти меня сейчас я замужем у меня дети и они не подозревают о его существовании у бля папа доска стопки я очень очень хочу встретиться с ним но я боюсь того что у него могут быть ментальные расстройства как у его биологического отца который сейчас сидит за убийство первые годы нашего знакомства я не говорил но алё блять типа что за ментальные связи тоже зависит от воспитания алё это же не на уровне генов блять убивать людей вы чё все зависит от того как ты его воспитаешь но не в большинстве случаев хорошо я не всегда психом становится типа им не рождаются им становится людям что у меня аутизм иногда когда я начинаю говорить об этом они отвечают типа без обид но мы об этом знали сам когда я впервые в одиночку попробовал кислоту я накончал в банку заканчивающимся шоколадным протеином более того я туда еще и нассал был на измене и боялся спуститься в ванную потом я как-то забыл об этом и спустя год нашел эту банку снова в шкафу не подозревая о том что находится внутри я понюхал содержимое и это был худший запах который можно было себе представить когда мама еще до детсадовского возраста показывала мне как то я какой пиздец у меня такой вопрос короче знаете вот был бы я девочка наверное который нихуя не выкупала за мужской мир я бы подумал что в этой жизни пацаны вообще все что угодно окончают и куда угодно в носки и блять в банке куда угодно вообще знаете типа самый ёбнутый вообще пол на земле блять что угодно можно докончать блять на стены блять там на пупок были наверно завязывать шнурки мне казалось что я все запомнил поэтому я не чуваки полотенце это и вот вот в носки это прям знаете это мимо меня я не знаю что ну каким нужно быть долбоёбом чтобы дрочить носок что за хуйня я уверен что за кем-то из вас есть такой грешок с носком но типа я просто не понимаю этого как так это хуйня какая-то гордо ходил и хвастался своим умением однажды когда мне действительно нужно было их завязать оказалось что я забыл как это делается и мне было слишком стыдно чтобы обратиться за помощью я научился завязывать шнурки в 18 или 19 лет мой пенис меньше среднего нужно мерить от центра ануса до самого конца я мерю от центра ануса до ближайшей стены мне 32 и я все еще сосу большой по мне ну это когда линейкой меряешь надо максимально линейку утопить в кожу блять чтобы такой о 25 там же линейка с жопы вылазит для уснуть да и вообще когда я просто сижу в одиночестве иногда мы с другом вместе мастурбируем мы не дрочим друг другу каждый занят собой просто смотрим порно и делаем это на диване нам обоим очень чего блять это какой-то голландский штурвал называется я не знаю иногда мы с другом вместе мастурбируем мы не дрочим друг другу каждый занят собой просто смотрим по нет слушать это не совсем но это что-то странное серьезное 0 это наверное какой-то больше интимные вопросы если ты с другом это делаешь я бы подозревал что ты гей и нравится изменено так как многие говорят об этом нет я не гей я не бисексуал нет меня не привлекают мужчины да я уверен нет вы не сможете убедить меня в обратно да я возбуждена я чихаю и я всегда возбуждена все вокруг думают что у меня сильная аллергия но на самом деле я думаю о том как бы я трахнула половину парней в этой комнате когда я был маленький я любил включать вибраку я себе такая если вот такая хуйня почему бы просто не сказать об этом вибратор своей мамы и засовывать его себе в рот из-за забавных ощущений но нету просто у мужиков это все проще типа мужики постоянно думают так вот это вот вот это я бы выебал вот эту я бы наверное не выебал но это всегда так поэтому пацанам это не жиза вот услышать отелки такое типа это уже такой у них у я такой бывает да ладно кому вы рассказываете типа все время так абсолютно до был маленький любил включать вибратор своей мамы и засовывать его себе в рот из-за забавных ощущений и бать смех ебланский извините то со мной блять не так изменено черт я не думал что это так взорвет я парень очевидно я не знал для чего эта штука я не помню вкус он не оставил никакого впечатления я делал это из вибрирующих ощущений не из-за я уверен что вибратор был чистый прикиньте он типа апдейты пишет каждый раз когда ему срут блять в комментах типа а блять там там по-любому кто-то писал в ответах и так я убеждаю себя все эти годы у меня ужаснейшая тревожность и я очень застенчивый но я старший мужчина в семье и мне приходится носить маску чтобы соответствовать однажды в моей заднице на целый день застрял деревянный шарик я пошел с ним в школу и все такое было стрёмно что он застрянет там навсегда и придется идти к доктору чтобы вытащить его у меня четыре сестры я единственный парень и я трахнул всех их лучших подруг я ничего им не говорю потому что хочу чтобы они продолжали водить к нам подруг хуя блять вот это вообще красава у меня четыре сестры единственный парень и я трахнул всех пожалуйста нет их лучших подруг это было близко вдруг предложил групповуху с ним и его девушкой думаю согласиться будь осторожен ты не хочешь попасть на старое доброе эй приятель давай замутим групповуху с моей девушкой а в итоге оказаться с ним наедине потому что его девушка опаздывает и наверное вам стоило бы начать без нее ты шутишь но один парень провернул это со мной я никогда не чувствовал себя таким обманутым тогда когда мне сосуд хер какой-то момент я сказал ему чувак 5 баллов тебе за старание но это же полное гейство а я рассчитывал лишь на чуть-чуть гейство понимаешь о чем я из-за меня мой кузен стал ментальным инвалидом мы одногодки и когда нам было по 7 наш дед купил нам горные велики мы решили сделать свою дорожку в гибать там сапш в я один вижу вот эти вот знаете тут тут просто замазано все другим цветом рамочка такая прямоугольная вот и вот так вот замазан текст мне со зрением все хорошо все отлично я бы сказал в лесу и занимались этим все лето и там было да да на уровне головы чтобы можно было пригнуться и круто проехать под ней ветка была тяжелая но я смог закрепить ее между деревьями мой кузен был храбрее меня и поэтому поехал первый мы были глупыми детьми не носили шлемы я крикнул ему чтобы он пригнулся но он этого не сделал и ударился головой обедку полетел спиной вниз и еще раз ударился головой о землю я сказал всем что это был несчастный случай дед продал велики и больше я своего кузена особо не видел прошло почти 25 лет теперь я вижу его каждое рождество и всегда происходит одно и то же он в коляске мама его кормят с ложки он не говорит любит рисовать смешные фигурки скорее всего он не помнит тот случай и я не знаю помнит ли он меня это меня и преследует бля пиздец большое спасибо за просмотр если тебе понравился выпуск стак пиздец блять вот это вообще пиздец как так можно сливай ничьи